А пока наш корреспондент Татьяна Рябова сейчас находится на улице в одном из дворов нашего необъятного города Красноярска и там просто-таки подсказочным, действительно, по-настоящему необычно. Таня, расскажи, возле какого персонажа ты сейчас находишься, что там рядышком с тобой? Мы поедем, мы помчимся на оленях, утром ранним. Коллеги, доброе утро, вам ещё раз доброе утро, весь Красноярский край. Но посмотрите, рядом со мной вот такие вот волшебные олени. Мы сейчас находимся в гостях по адресу Карла Маркса, 141, потому что это самый лучший двор центрального района. Здесь действительно очень много волшебных персонажей, мы вам обязательно все их расскажем и покажем. И, например, один из них, посмотрите, это вот такая вот необыкновенная просто бабка-ёшка. А рядом со мной находится, между прочим, Лидия Олегкова, это председатель дома Карла Маркса, 141. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ну, как у вас настроение этим холодным снежным утром? Настроение прекрасное. Хоть оно и холодное утро, но это зима. Мы живём в Сибири, мы прекрасно понимаем, что должно быть холодно. Но так как всё блестит в этом дворе и очень много действительно фигур, поэтому нас это радует. Я хотела вернуться, на самом деле, к вот этой вот фигурке, к бабке-ёшке. Правда, что вы её сами рисовали? Мы всё делаем сами. Рисовала её сама, и многие говорят, что я немножко на неё похожа. У вас есть какое-то художественное образование? То есть как вы это сделали? Это на дереве нарисовано? Это на фанели, да, нарисовано. Художественного образования абсолютно нет. Это просто настроение. Просто настроение. Замечательно. Всем вот такое настроение. Лидия, расскажите, вы сказали, что очень гордитесь именно вот этой снежинкой. Почему она так нравится людям? Она нравится людям, потому что её делали летом, дети помогали. Здесь 400 палочек, и каждый подходил, втыкал, для того, чтобы зимой была такая необычная у нас фигурка. А что это за палочки? С чего это сделано? Это деревянные палочки, а на них трубочки питьевые разрезанные. То есть обычные питьевые трубочки. Напомню, коллеги, уважаемые телезрители, что вот эти все фигурки необыкновенные, жители дома делают самостоятельно. Это правда? Самостоятельно, это правда. Расскажите, как вообще, от кого обычно исходит вот эта вот инициатива? Ну, вообще от многих. Сначала начала от нас исходить, от двух-трёх самых активных граждан. А теперь участвуют многие, пророгают. Давайте сделаем определённую скульптуру, которую мы сделали сейчас новую, которая стоит в мастерской. Мы ещё тогда нам покажем. А скажите, есть у вас ещё вот такие вот фотолокации? Может быть, вы мне поможете? То есть есть даже вот такие вот фотолокации, где каждый может прийти, там, сфотографироваться. Вот есть, например, вот такая вот ещё снегурочка тоже. А как вы, с чего вы делали фотолокации? Это тоже из фанеры, выкидывают шкафы, мы собираем, разбираем их, из них вырезаем, потом рисуем сверху. То есть ничто не идёт на мусорку? Ничто не идёт на мусорку. Правильно. Используем. Отлично. То есть это такая горка, здесь просто приклеили. А вот про этих снеговиков, конечно, мы не можем ни показать, ни рассказать. Я так понимаю, что они у нас сделаны из дерева. Они сделаны из пилов дерева. Это целая семья, папа, мама и ребёнок в середине. Он практически в пионерском галстуке. Скажите, вы сказали, что ещё вот эта ёлка тоже, то есть, как она, я так понимаю, что это как Биг Бен, вы мне сказали. Мы любим свой город, поэтому сделали такой, ну, а-ля Биг Бен, грубо говоря, со всех сторон. Циферблат, он разный. Лидия, ну скажите, пожалуйста, вам вообще приятно, приходят ли к вам, например, пойдёмте сейчас в волшебное место, скажите, приятно ли вам, что к вам, например, приходят ли, например, жители из других дворов, ребятишки тоже смотрят, как они реагируют? К нам приходит очень много народу, все радуются, все говорят, каждый бы двор такое, дети пищат от удовольствия, когда видят что-то новое. Поэтому, конечно, это приятно, когда дети радуются, всё-таки это детский праздник. Так, супер! Мы сейчас вам покажем, где как раз-таки это всё волшебство и происходит, эта мастерская, где как раз-таки все это чудеса эти и творятся, скажем так. Итак, здравствуйте, доброе утро. Рядом с вами находится Станислав Брекун, это тоже житель дома. Карло Марш, 141, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, над чем вы сейчас работаете, что это у вас здесь за классные фигуры? Это же Олаф! Да, это Олаф. Из чего он сделан? Сделан он из утеплителя, названием термит. Каркас из металла, для того, чтобы дети его не сломали. Ну и, соответственно, сейчас лакируем его, уже под самим, наконец. Я хочу всем сказать телезрителям, если кто-то не узнал, то это персонаж из мультика «Холодное сердце». Это Олаф, который очень любит жаркие объятия. Если честно, это один из моих самых даже любимых персонажей всех мультфильмов. Ну, по-моему, он просто необыкновенный. Расскажите, пожалуйста, что вообще, что у вас идёт в ход? Что, например, из чего вот этот вот сделан пингвин? Сделан из папье-маше, как делали в детстве в школе. То есть, несколько слоёв бумаги, серпянка, ну, по новой технологии. Ну и, соответственно, тоже термит. То есть, все детали из термита, из дерева. Как вам, например, вот ребятишки, они вам подсказывают идеи, то есть, какого сделать персонажа? Что у вас сейчас в задумке, что будете делать? Что у вас следующее? Ну, следующее пока ещё, как бы, всё, что они надумали, уже сделали. Ёлка ещё вроде как собирается, ну, из дерева сделано быть. Тоже на Новый год? Да, да, конечно. Тоже будете удивлять всех горожан, и в том числе... Как можем, так и удивляем. Замечательно. Ну что, Лидия, спасибо и вам за уже огромное. Спасибо, Станислав. Ну что, действительно, очень интересный двор, волшебный. Коллеги, ну, по-моему, это просто необыкновенно. Все приходите сюда, чтобы посмотреть на этот... Просто, ну, это очень красиво. Действительно, Карнел Маркса 141. Приезжайте, смотрите, вдохновляйтесь. Ну, а я больше всего, конечно, повторю, люблю Олафа. Это персонаж вольфильма «Холодное сердце», который очень любит горячие объятия. Я его обожаю. Коллеги, передаю вам слово. Это очень красиво. Я бы, вот, например, на месте Тани обнял бы Олафа, потому что это прекрасно, когда... Что такое, Валера?